В большинстве случаев, когда вы идёте в кино, вы предполагаете, что история, рассказанная на большом экране, закончится к моменту начала титров. Возможно, не все хорошие парни останутся в живых, но по большей части всё встанет на свои места. Вот только не каждую историю ждёт хэппи-энд. Иногда цена победы крайне высока, а персонажи, которых мы полюбили, уходят в небытие. В других случаях герои проигрывают, даже несмотря на то, на какие жертвы им пришлось пойти. Фильм Гнев, возможно, не сыскал популярности среди критиков, но игра Дензела Вашингтона в роли телохранителя-алкоголика Джона Кризи была одной из самых ярких за его карьеру. После долгих лет алкоголя и перестрелок он получает шанс искупить свои грехи в качестве телохранителя для девочки Пита, которую играет Дакота Фаннинг. Когда влиятельный преступный синдикат похищает Питу, Кризи скупает почти всё оружие в Мексике и устраивает побоище, в конечном итоге захватывая брата-похитителя. Умирая от огнестрельного ранения, Кризи жертвует собой ради безопасности девочки. Но, прежде чем погибнуть, он воссоединяется с Питой всего на пару секунд. Момент, когда он прощается с ней, заставит проронить слезу даже самого стойкого зрителя. – Где ты идешь? – Я тоже вернусь домой. Пусть боксерская драма Малышка на миллион может казаться такой же вдохновляющей, как и Рокки, фильмы Сталлоне не заканчивались так тяжело. Хилари Суонг играет Мэгги Фитт-Жеральд, официантку из глуши, которая надеется стать известным боксером. Режиссёр Клинт Иствуд играет тренера Фрэнки Данна. Поначалу Данн не хочет учить женщину, особенно в таком возрасте, как Мэгги, но в конечном итоге её настойчивость убеждает его. Мэгги доказывает свою ценность, пробивая свой путь к званию чемпиона. И в этот момент всё летит к чертям. Мэгги парализует ниже шеи, когда её противник незаконно бьёт её после звонка. Она тяжело падает после удара, ломая шею о скамейку для ног. Мэгги теряет ногу и просит тренера положить конец её страданиям. Данн поначалу отказывается, но принимает другое решение после того, как Мэгги неудачно пытается покончить с собой. Но прежде чем ввести смертельную инъекцию, он объясняет Мэгги значение её ирландского прозвища. – Макошла… Моя дарленька, моё кровь. Даже Иствуд со своим стальным лицом не смог сдержать слёзы. А если уж даже Грязный Гарри разрыдался, то вы и подавно не сможете сдержаться. – Ниагра фолл, Фрэнки Анджел. После трагической гибели энтузиаста и любителя медведей Тимоти Тредвилла, которого убил бурый медведь, режиссёр Вернер Херцог собрал кадры Тредвилла и создал один из самых трогательных документальных фильмов всех времён – Человек-Гризли. Фильм следует за Тредвиллом в его путешествии по пустыне Аляски – он общается с животными и делится своим уникальным взглядом на место человека в природе. И пусть Тредвилл иногда ведёт себя весьма сомнительно, невозможно не восхищаться его страстью. Под влиянием такого режиссёра, как Херцог, мы привязываемся к Тредвиллу, пока сюжет документалки неумолимо близится к неизбежному трагическому финалу. Мы уже знаем о судьбе Тредвилла, но всё равно расстраиваемся, когда приходится прощаться с таким уникальным человеком. Финальные моменты фильма в последний раз показывают нам, как он бродит по лесу в сопровождении двух пушистых друзей. А на фоне играет грустная песня в стиле кантри, которая словно была написана специально для него. Уэс Андерсон отлично снимает комедии, но в основе его работы лежит глубокое чувство меланхолии. Это особенно видно в отеле Гранд Будапешт. Действие фильма развивается в вымышленной европейской стране Зубровка в разные временные промежутки, но основное действие происходит в 30-х годах. Главный герой, Зеро Мустафа, в исполнении Тони Риволори и Эв Мюррея Абрахама, работает коридорным в отеле Гранд Будапешт под руководством яркого консьержа Месье Густава, которого играет Рейф Файнс. Сюжет рассказывает о мёртвой наследнице, пропавшей картине и семье жадных коловорезов, но драма вращается вокруг тени, нависшей над миром грёз. В 30-х годах отель показан невероятно очаровательным миром пастельных тонов, но по мере развития истории Зубровка и Гранд Будапешт захватываются враждующими силами, нацистами и советскими войсками. По мере того, как тоталитарные ужасы 20-го века заполняют атмосферу, цивилизованный мир Месье Густава начинает угасать. Постояльцы перестают приходить в отель, и в конце концов здание рушится. Месье Густава убивают во время войны, коммунизм захватывает Зубровку, а Зеро остается один на один с воспоминаниями о лучших днях. Фильм заканчивается тем, что ностальгирующий автор говорит на заключительном кадре, «Это были очаровательные старые руины, но мне так и не удалось их увидеть снова» Если говорить поверхностно, то фильм Февраль – это история об одержимой демоном девушке. Но под медленно разрастающейся ужасной атмосферой и жуткой музыкой скрывается трагическая история о беспомощном ребенке, который боится остаться один. Сначала героиню играет Кирнан Шибко, а потом Эмма Робертс. Кэт – студентка интерната, у которой серьезные проблемы с одиночеством. Когда ее родители должны забрать ее на время каникул, но опаздывают, у Кэт происходит нервный срыв. Не помогает еще и то, что ей приснился тревожный сон о безмерной кончине родителей. В страхе, что ее родители мертвы и что она останется одна на этом свете, Кэт в прямом смысле заключает сделку с дьяволом, отдавая свое тело в обмен на дружеское общение. Она так боится остаться в одиночестве, что обезглавливает трех человек по его требованию. Когда священник изгоняет демона из Кэт, она настолько боится одиночества, что умоляет демона остаться. К сожалению, ее просьбы не могут остановить святой воды. Спустя несколько лет повзрослевшая Кэт убивает двух новых жертв и приносит их головы в школу в надежде, что ее жертва призовет обратно демона. Фильм заканчивается тем, что Кэт понимает – злой дух покинул школу. И девушка трагично плачет и кричит в зимнюю пустоту. Теперь она понимает, что она абсолютно одна. Никто никогда ее не заберет, и даже дьяволу она не нужна. Фильм La La Land от режиссера Дэмиэна Шазелла рассказывает о двух влюбленных героях. Эмма Стоун играет начинающую актрису Мию, а преданного джазу Себастьяна исполнил Райан Гослинг. Мия и Себастьян наслаждаются счастьем и предвкушением долгосрочных отношений. В конце концов им приходится расстаться из-за противоречивых амбиций. Пять лет спустя Мия стала кинозвездой, а Себастьян держит процветающий ночной клуб. «Однажды ночью их взгляды встречаются, и мы видим долгие кадры мечтаний и снов. Именно такой конец мы и ожидаем увидеть – парень и девушка живут вместе долго и счастливо» Но мечта их скоро заканчивается, потому что пути Мии и Себастьяна снова расходятся в разные стороны. Это душераздирающее напоминание о том, что выбор, который мы делаем, всегда оставляет повод для сожаления. До того, как Тони Старк собрал свой костюм Железного человека и до того, как Кристиан Бэйл надел костюм Бэтмена, был Хью Джекман в роли Росомахи. Джекман довёл Логана до совершенства до такой степени, что невозможно сейчас представить ни одного другого актёра в этой роли. Он играл Росомаху более 10 лет, появляясь в каждом фильме Людей Икс, вплоть до своего пропитанного кровью последнего сольника Логан 2017 года. Действие происходит в недалёком будущем, а фильм рассказывает об умирающем Росомахе, который использует все свои силы, чтобы защитить юную Лору, которая, как позже узнаёт Логан, на самом деле является его клоном. Злому учёному Лора нужна для гнусных целей, а в его распоряжении злобные риверы. Сначала Логан настолько сломлен, что не хочет иметь ничего общего с Лорой, и только стареющий Профессор Икс убеждает его поступить правильно. К сожалению, Профессор Икс не пережил такое долгое путешествие, но Логан продолжает помогать Лоре. Когда девочка и другие дети-мутанты пытаются сбежать в Канаду, Росомаха вступает в свою последнюю битву в лесу, помогая им сбежать. Но даже после уничтожения всех Риверов Логан должен противостоять полной копии себя, только более сильной и более молодой. С помощью Лоры и её союзников клоны убивают, но раны Логана слишком тяжелы. К счастью, после жестокой жизни, полной трудных решений, Логан наслаждается моментом отеческой любви, после чего делает свой последний вдох. В последней сцене фильма плачущая Лора говорит Логану прощальную речь, которую он заслуживает, цитируя последний монолог Алана Ледда из классического вестерна Шейн. Закончив свою речь, Лора кладёт на бок крест на могиле Логана, отмечая место упокоения Росомахи символом Икс. Последние несколько лет подарили нам немало удивительных фильмов о супергероях, но Логан стал первым, который действительно заставил зрителей оплакивать главного героя. С момента первого появления Таноса в киновселенной в 2012 году поклонники Марвел не могли дождаться, когда же Большой Фиолетовый Титан выступит против Мстителей. Режиссёры киновселенной только дразнили нас короткими кадрами Безумного Титана – сначала немного в первом фильме Мстители, потом чуть побольше в Стражах Галактики, а потом в Мстителях Эра Альтрона. И, наконец, спустя шесть лет после первых Мстителей Танос добрался до больших экранов с Перчаткой Бесконечности на руке. И самые могущественные герои Земли были разгромлены. Все надеялись, что Тор сможет спасти положение, когда всадил Громовержец в грудь Безумного Титана, но он быстро понял, что… – Ты должен был уйти на голову. И вот так, щёлкнув пальцами, Танос уничтожил половину живых существ во вселенной, включая большинство любимых всеми супергероев. Большинство Мстителей превратились в пепел, так же, как и почти все Стражи Галактики. Ракета смотрел на смерть подростка Грута, который произнёс своё последнее «Я есть Грут». И усилив скорбь любителей деревца, сценарист и режиссёр Стражей Галактики Джеймс Ганн опубликовал информацию о том, что последнее «Я есть Грут» переводится как слово «папа». Но для большого количества поклонников смерть Питера Паркера была самой болезненной из всех. Несмотря на то, что он боролся против самого жестокого злодея киновселенной Марвел, Питер всё ещё был ребёнком, который боится умереть. У многих персонажей, которые погибли в Войне Бесконечности уже запланировано несколько сольных фильмов, поэтому кажется очевидным, что Мстители Финал обратят колоссальный урон Таноса. Но сейчас всё настолько плохо, что даже самый оптимистичный Капитан Америка смог лишь прошептать… У Войны Бесконечности было самое тяжёлое окончание среди всех больших блокбастеров. Никакой моральной победы, никакой пафосной речи. Впервые Мстители по-настоящему проиграли, а фильм закончился тем, что Танос восхищался своей работой и улыбался, смотря на солнце, которое восходит над благодарной вселенной.